Учитывая, что время ограничено, я хотел прежде всего обратиться к тем людям, которые поддерживали и голосовали за нас. Те люди, которые работали, и это больше двух месяцев, это очень сложная была работа. Причем никто же не обещал, что будет легко. И то, что нам запрещали встречаться с избирателем, то, что людей, которые агитировали за нас, задерживали необоснованно и отправляли в полицию. И то, что всячески препятствовали различным действиям, все это, конечно, не могло не сказаться, но войска, эта команда, в том числе и интернет-партизаны, которые работали, они доказали, что это боеспособная часть. И мы готовы и дальше проходить через тернии, но надеюсь, что к звездам, потому что все-таки люди не за деньги, а за совесть, за честь, за будущее нашей страны работали на благо и Коммунистической партии Российской Федерации, и Национальной политических сил, и тех идей, которые прописаны в нашей программе «20 шагов». Я сразу скажу вам, что я абсолютно убежден, что нынешний президент победил, я абсолютно убежден в том, что эта победа была, но то, что сделано было всякими чиновниками, властями, в том числе и средствами массовой информации за время привыборной гонки, позволяет мне сказать, что это были грязные выборы. Это были выборы, которые не соответствуют мировым стандартам. И я считаю, что, Александр Панхилов сказал, что это выдающиеся выборы, но да, если с точки зрения грязных технологий, в которых участвовала власть, то это действительно выдающиеся выборы. Но власть должна знать, что если она сама нарушает закон, то она не может требовать у людей, которые живут в нашей стране, тоже, чтобы они соблюдали закон. Поэтому мы надеемся, что больше таких избирательных кампаний не будет, что все-таки власть поймет, что она сама первая должна показывать пример, как нужно проводить кампании и не фальсифицировать результаты выборов. У вас есть ко мне вопросы? Коллеги, да, у нас есть некоторое время. Может, я выражу мнение многих? Я сразу три задам вопросы, а потом еще попробую. Вы сейчас едете к Путину. Первый вопрос. Какие вопросы, какие проблемы, темы намерены поднять там? Второй, он касается того же. Если вдруг так случится, что вам будет предложен в свое время пост в структурах исполнительной власти, как вы восприните это предложение? И в завершение вы расскажите-то о своих усах. Вы что-то кому-то обещали. Как с этим быть? Что касается тем, понимаете, Геннадий Андреевич неоднократно заявлял о том, что это выборы, это то мероприятие, где можно найти пути выхода из кризиса. Никто из вас, по-моему, не сомневается в том, что страна находится в кризисном положении. Об этом говорили все, без исключения, в том числе и правительство Российской Федерации. Но мы предложили выход из кризиса и считаем, что он единственно правильный. Можно обсуждать детали, но то, что записано в нашей программе, я думаю, что требует обсуждения с нынешним президентом, который стал президентом и будет еще 6 лет руководить нашей страной. Поэтому я обязательно подниму эти темы. И думаю, что вот это вот достаточно большое количество граждан, которые голосовали за нашу программу, это еще один аргумент к тому, чтобы начать диалог. В том числе и диалог по выходу нашей страны из этого кризиса. Что касается постов. Вы знаете, я же не сам, не Груди, не Павел Николаевич. У меня вот национальные политические силы, КПРФ, и мы единым фронтом выступаем. Поэтому, конечно, все предложения, которые поступят, если они поступят, они будут обсуждены. И после этого будет принято решение. Что касается усов. Вы знаете, мне... Павел Николаевич, усы при тем, что поддержало 55 на одном участке, 66 на другом, они неизберно. Надо теперь уже и порно и породу отпускать спокойно. Я думаю, что мы с Юрием Александровичем Дудем, которому я это обещал, обязательно встретимся. Как только он на камеру скажет, что он считает эти выборы честными, и абсолютно честными, то я сразу при нем побрею. Но я хочу услышать у него, от него, что эти выборы честны. Вы понимаете, что происходило за последние два с половиной месяца? Во-первых, никогда не было федеральной карусели. И тут она появилась. И вы должны об этом знать. О том, что теперь можно получить огромные... То есть талоны, ну, открепительные удостоверения, голосовать сколько угодно. И тебя никогда не остановят. Что на самом деле было бы странно предположить в любой другой стране мира, где на падающей экономике, в условиях кризиса, власть получает 77, даже больше процентов голосов. И поэтому мы абсолютно убеждены, что реальные результаты не те, которые опубликованы в цифре. Но надо еще понимать, что, скажем так, мы должны делать выводы из этого, из существующего положения. У наших союзников сейчас полное недоумение, как это так получилось. Что приходили и голосовали все, а потом вот такие проигрыши как будут. Поэтому мы будем анализировать, да, Геннадий Ильич? И обязательно мы должны как-то большое видеться издалека, поэтому я думаю, что потом пленам ЦК выскажутся по этому вопросу, когда мы проанализируем всю ситуацию. Я точно завтра пойду на работу директором совхоза, это 100%. А что касается политики, то, конечно, Геннадий Ильич говорил, наверное, об этом, что политическая система сейчас достаточно кислотная, да? Вот, ну, получается так, что выживают в ней немногие. Значит, и поэтому мне кажется, что нужно просто взять время какое-то, оценить то, что происходило, после этого оценить, что будет дальше, потому что все-таки реформы, я думаю, будут в ближайшее время от нынешнего президента, президента, который выбран, услышим много нового, потому что все прекрасно понимают, что в обществе есть запрос на перемену. А после того, как этот запрос состоится, мы с вами это обсудим, так и вот. Я вам притчу расскажу такую. Будда как-то шел по улице, и люди, которые его не знали, и там, значит, начали кидать в него грязь, камни, а он совершенно спокойно шел дальше. И его спросили, почему вы его не отвечаете? Он сказал, я точно знаю, что все, что они говорят, это не про меня. Если только мне предложат поезд руководителя Лайфа, то я сделаю вашу компанию честной и чистой. Спасибо.